Чувствовать под кедами доску и смело смотреть в глаза самым рискованным трюком – залог успеха в скейкбординге. В этом спорте Влад уже около четырех лет. Недавно впервые поучаствовал в масштабных соревнованиях в Казани. Волнительнее всего для него исполнять трюки на перилах, но именно им парень уделяет максимум времени на тренировках. Бывают такие трюки, которые очень страшно делать. А когда ты преодолеваешь страх и делаешь то, на что уходит много попытки, а зачастую это больно, ощущение очень приятное. Если кто-то думает, что скейкбординг – это исключительно мальчишеский вид спорта, то вы очень сильно ошибаетесь. Соня нам сейчас проведет небольшой мастер-класс. Скажи, Соня, как начать вообще кататься? Как встать на доску? Для начала нужно определить, какая у тебя нога будет летущая, то есть какая нога будет стоять спереди. Определившись, нужно будет для отталкивания поставить ногу на передние болты параллельно доске. И при отталкивании заднюю ногу ставить на задние болты, а переднюю разворачивать параллельно задней кипе. Сейчас мы попробуем кое-что уже для более опытных ребят. Ест в горке. Это страшнее, но мы посмотрим, получится у нас или нет. Надеюсь, да. Я, наверное, слишком в себя поверила. И все-таки в первый день лучше научиться хотя бы стоять на доске. Обучаться азам скейтбординга Влад, Соня и еще 20 ребят пришли в секцию к Ивану. Он на доске больше 10 лет. Занятия начинают с разминки, а позже переходят к отработке техники. То есть для меня это было, наверное, как уйти от проблем, что ли. Чтобы я мог взять доску, пойти на улицу расслабляться. То есть делать трюки, ни о чем не думать. То есть для меня это было так. Для ребят это все-таки уже как более, наверное, спорт уже идет. Пик популярности скейтбординга в Мурманске пришелся на начало 2000-х. В то время у нас стали открываться первые воркшопы. Проходили любительские соревнования. У истоков развития этого спорта в регионе стоит Максим. Он убежден, для того, чтобы спортсмены могли поддерживать хороший уровень подготовки, они должны тренироваться круглый год. Была такая фикс-идея, то есть это именно такая детская мечта, чтобы сделать крыто-скейтпарк. И была вот эта идея воплощена. То есть она тянулась с 2008-2009 года. То есть пробовали в разных местах открыться. Вот уже 6 лет любители и профессионалы всех возрастов отрабатывают кип-флипы и слайды не только в период короткого северного лета. На территории в 300 квадратных метров размещено множество самодельных, но надежных конструкций. Это парк-трансформер. Здесь все конструкции можно подогнать под необходимые трюки. Да, мы сейчас продемонстрируем, как мы можем с легкостью поменять вылет и переделать его в центральную фигуру, которая называется книжка. Вот и все. А потом делается вот так. Вот центральная фигура. Появившейся в этом мае открытой площадке в долине уюта ребята тоже рады. Говорят, раньше ютились возле научной библиотеки, иногда в центре и на других небольших участках. Но неудобство это доставляло и прохожим, и им самим. Теперь же свой праздник, международный день скейтбординга, они отмечают здесь. Это первый бетонный парк в Мурманске. В принципе, мы все этого долго ждали. Еще с 2019 года это объявили, то, что оно появится. Но это площадка, одна из самых лучших, что есть в нашем городе. От Федерации скейтбординга Мурманской области спортсмены получили наждачную шкурку для доски, подарок, который оценит любой скейтер. По инициативе ее председателя в этом августе в регионе также планируют построить поездной комплексный парк для детей с конструкцией для начинающих экстремалов. Евгения Гречуха, Андрей Бричко, Максим Чинкин, ТВ21+.